Профессионалы своего дела, спасатели и пожарные Биробиджана приняли участие в областных соревнованиях по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Главная задача – спасти условных пострадавших из покореженного автомобиля. Тему продолжит Виталий Ищенко. Условия максимально приближены к реальным. В качестве учебной модели – старенький «Москвич». Спасатели моментально оценивают обстановку. Автомобиль стал ловушкой для пассажиров. Чтобы не было случайного замыкания, первым делом отключают питание. Все эти действия сотрудникам МЧС не в новинку. Нередко им приходится выезжать на ликвидацию последствий ДТП. Программа подготовки включает в себя и противопожарную подготовку, и ликвидацию ДТП, и ликвидацию крупных завалов, и медицинскую подготовку, горную, водную. То есть они являются универсальными работниками. Судьи фиксируют не только время, но и слаженность работы команды. Особое внимание техники безопасности, ведь в роли пострадавших не манекены, а живые люди. Какое ощущение? Ах, плохо! Ай, вытаскивайте! Для извлечения пассажиров из покореженного автомобиля спасатели применяют спецоборудование. Несколько движений резаком кусачками, и легенда отечественного автопрома превращается в кабриолет. Далее осторожно освобождают пострадавших и оказывают первую медицинскую помощь. Было несколько маленьких ошибок незначительных, а так работают грамотно и достаточно быстро. С моей точки зрения, молодцы. В областном этапе соревнований участвуют три команды. Две спасатели и одна противопожарная. Лучших из лучших определяют при помощи системы баллов. Меньше всего претензий у судей было к поисково-спасательному подразделению города Биробиджана. Именно они и стали победителями. «Повседневная наша работа. Как мы можем еще? Если дать нам ствол пожарного и попытаться что-то нам потушить, дать задание, мы тоже этого не сделаем так, как сделали спасатели у нас, огнеборцы. Это наша работа постоянно. Мы применяем это на практике больше, чем они». Команда победителей примет участие в дальневосточных соревнованиях в Хабаровске. Виталий Ищенко, Игорь Смешной, Вести, Биробиджан.